МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В райцентрах прошли ярмарки вакансий для пенсионеров. А теперь эти и другие новости в подробном изложении. Рязанские полицейские прокомментировали дорожно-транспортное происшествие в Ряжске, когда местный житель на Ниве-Шевроле средь бела дня сбил двоих детей. Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух детей 8 и 12 лет. 29-летний местный житель, управляя автомобилем Нива-Шевроле, совершил наезд на переходивших в проезжую часть брата и сестру, которые возвращались домой после школьных занятий. В результате ДТП от полученных травм мальчик погиб на месте происшествия, а девочка с серьезными травмами была госпитализирована в больницу. Любители погонять встречаются у нас слишком часто, и нога поджимает педаль газа в любых обстоятельствах и на любой дороге. Вот запись аварии с участием Матиза, крохотной машинки, на которой обычно крутят гламурную баранку автоледи. И еще одно видео, которое сейчас активно обсуждают в интернете. Это уже Москва, столица, создает впечатление неизвестно какой республики. А вот как теперь на Москве ездят. Шпана, как говорится, неславянской внешности, гонит себе по встречке, наплевав на всех и вся, а потом вальяжно вываливается из мерса, чтобы разобраться с водителем, который, представьте себе, совсем опух, не уважает нормальных людей, не пропустил их шикарное авто. А то, что они повстречной едут, так это хозяевам города так положено. Приходит ДПСник и почему-то не забирает документы у рулевого, а просит его припарковаться на обочине. После этого дорожная шпана просто спокойно уматывает подальше. Это Русь моя родная, это родина моя. Ну, кстати, давшего слабину дорожного инспектора, в чем-то и понять можно. Начнешь оформлять документы по таким вот орлам, так ведь разжигание национальной розни приклеит. Когда же поймут власть имущие, что разные национальности могут и должны и хотят мирно уживаться в стране, если в ней закон работает. И он, как говорили раньше, одинаков для всех. И сейчас, кстати, уже так и не говорят, перестали. Несовременно звучит. Продолжает программу коммунальный репортаж от Оксаны Тебенихиной. Он снят в доме по улице Праволыбецкой. Тема стара и вечно юна. Как сама наша Рязань-младушка. Пришли дожди, и вода зажурчала по крыше, чердаку, стенам. И так уже давным-давно, и конца края этому нет. Слабо верится, что этот дом стоит в самом центре города по адресу Праволыбецкая, 45. А вот то, что дому этому сто лет в обед, видно сразу невооруженным глазом. Из них пару десятков лет жильцы в панике. Крыша течет так, что того и гляди, либо рухнет, либо электрика замкнет. Но никак 19-е ЖЭУ работать не хочет. А свои законные 500 рублей за содержание жилья получает. Люди платят исправно каждый месяц. Что боимся? На проводку может быть замыкание, пожар. А потом будут искать причину, что от чего сгорело, как это. Все, он тут течет на проводку. И холодно, что в ванной нельзя не помыться ничего. И вот зимой воду мы не выключаем зимой. Это у нас вода так и льется. Потому что если закроем воду, все, вода замерзнет. Стены и потолок покрылись вредоносным грибком. А ведь в квартире живет маленькая девочка. Последний раз дом подвергался капитальному ремонту аж 40 лет назад. Как и у любой уважающей себя коммуналки, у этой есть своя пристройка. Само собой, она уже норовит рухнуть. Ну, обращалась я в дом управления, с мастером разговаривала. Мастер мне сказала, я говорю, хоть зайдите, посмотрите, что стоит, мол, чего. Она сказала, как будет время, как-нибудь зайду. И вот уже две недели, и даже никаких движений нет. И куда только жильцы не обращались. И в администрацию, и в префектуру, и в жилищную инспекцию. А смысл? Дальше ведь только в суд им дорога. Ну, а кто этим заниматься будет? Люди пожилые, силы уж не те. Вот и смирились. А так хочется пожить. Хоть и в примитивном, но в комфорте. Да уж придется ли. А ведь всю жизнь для родины работали. Налоги платили. И такой вот грустный, несправедливый итог. Что людям делать, как среди сырости и плесени ребенка растить, никто не ведает. Есть, правда, у нас на Руси один универсальный способ решения проблем, который не нов и, пожалуй, до сих пор единственно эффективен. Вот фрагмент видеозаписи, сделанный, правда, не в Рязани, но очень показательный. Тема. Люди пришли к молодому, гладкому и предельно наглому чинуши с документами на зачисление ребятеночек в детсад. Развитие. Никто сразу не может понять, какие документы имеет в виду начальничек. Кульминация – хватание за грудки и в перспективе набитие гладкой физиономии. Есть только один вариант, человек должен кого-то двигать, кого-то выгонять. Есть только один вариант, вам помочь, который может. Надо сделать просто очень первоначальный взнос и все, в размере, например, тысячи. Это вам 3 тысячи рублей? Долларов. Долларов? Откуда же мы возьмем такие деньги? 3 тысячи долларов. Мы на работе с больными ребенками, на двоих работаем. Что? Работаем для чего? 3 тысячи долларов. Мы принесем все справки. Если вы не умеете денег зарабатывать, если вы не умеете денег зарабатывать, зачем вы деньги зарабатываете? Кошмар. Вы почему вы деньги зарабатываете? Почему вы хотите? Зачем вы вообще рожаете больные деньги? Какие большие деньги? Иди, пожалуйста, не так. Теперь к другим темам, кардинально противоположным. То есть говорили о делах неприятных и мутных, а перейдем к чистым и добрым. В эту субботу Экологический Рязанский Альянс проводит очередную, так сказать, очистительную акцию. Так называемую «большую уборку». Причем проходить она будет в самом, что именно есть, демократическом стиле. Убирать может кто угодно, где угодно и что угодно. Рассказывает Оксана Тебенихина. Большая уборка, которая проходит по инициативе Экологического Рязанского Альянса, стала уже хорошей традицией как в нашем городе, так и во всем регионе. Тысячи и тысячи людей идут приводить свои излюбленные зеленые зоны в порядок после богатого на отдых лета. В субботу в рамках акции сделаем большую уборку организовываем. Она будет по всей области проходить, ну в некоторых районах, так скажем, ну и особенно в Рязани. У нас порядка 30 точек будет. Ее основная суть – это гражданская уборка. Мы снабжаем перчатки, пакеты и вывоз мусора. В этом году особо активных волонтеров ждет щедрое вознаграждение. В этом году мы еще такое новшество ввели те организации, там волонтерские, разные объединения, которые участвуют в уборке. Мы среди них проводим конкурс. Это такой грант. Победитель получит 30 тысяч рублей на свои проекты, допустим, защиту бездомных животных или детские звезды. У всех есть свои какие-то проблемы, а это такой небольшой вклад, который поможет их проекты тоже помочь решить. Сегодня в Рязани и крупных райцентрах прошли специализированные ярмарки вакансий под девизом «Ваш опыт – богатство региона». Ждали здесь людей не самых молодых, но готовых работать и зарабатывать. Представительный ряд предприятий, учреждений, пакеты, предложения, консультации – все на одной площадке. Удобно. А вот насколько эффективно, пытался выяснить сегодня Глеб Галушкин. Как показывает опыт, людям предпенсионного и пенсионного возрастов найти подходящую работу без службы занятости весьма непросто. По словам организаторов ярмарки вакансий, для пожилых людей «Ваш опыт – богатство региона» удалось объединить интересы работодателей и работников в одном месте. Работодатели активно откликнулись на наши мероприятия, их более 30. Представили абсолютно все отрасли – и промышленности, и торговли, и финансы, и страховые службы. Присутствует большое количество еще консульционных пунктов, которые вы наблюдали. В данном случае у нас в этом году работодатели представили нам более 1300 вакансий. Средняя заработная плата составляет от 8 до 25 тысяч рублей. 30% в основном – это ЭТР, в основном, а остальные 70%, как правило, предоставляют рабочие профессии. На ярмарке вакансий свои стенды представили несколько десятков работодателей. Другие оставили свою контактную информацию в службе занятости населения. Мне уже почти 70 лет, 66, поэтому мне нужен вахтер какой-нибудь, лифтер, но это далеко, в конече, а так все хорошо. Я вот недавно работала, только до июня, сутки двое. Условия, конечно, были не очень, так, скажем, вообще никаких условий. Так что мне не привыкать. Попробуем, позвоню, узнаю. Для пришедших на ярмарку горожан работали и консультационные пункты, например, юридические. Очень много пенсионеров обращаются по сокращению, какие им полагаются выплаты, какие документы необходимы для постановки на учет, как назначается пособие, на какой период, в каком размере. Максимальная личная пособия минимально интересует. Такие вопросы. Как сообщают специалисты из городской службы занятости, после окончания ярмарки вакансий, они собираются следить за дальнейшим трудоустройством всех сыскателей, чтобы уже весной предложить пожилым рязанцам новые возможности для заработка. На сегодня все. В завтрашней итоговой программе «Время говорить» мы соберем дайджест основных рязанских тем уходящей рабочей недели. А пока хорошего вам сегодняшнего вечера и хорошей погоды завтра, в пятницу. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин